В эти минуты идет ежегодный республиканский турнир Казахстан-Барреса. Из 42 спортсменов продолжают биться за золотой пояс и солидные призовые 16 борцов. На площадке столичной Баррес-Арены сейчас работает наш корреспондент Ануар Абдрахманов. Ануар, приветствую. Какие новости к этому часу? Жанна, добрый вечер. Рад вас приветствовать с площадки Баррес-Арены. Сегодня на Баррес-Арене крупнейший турнир по национальной борьбе Казах-Корреса. Казахстан-Барреса. Конечно, мы наблюдаем сейчас, что турнир перевалил через экватор. И остались только, наверное, сильнейшие 16 лучших борцов Казахстана. Выявляя сильнейших на столичном ковре, вы можете, наверное, слышать, как болельщики стараются поддерживать своих любимцев. Сегодня есть за что бороться. Призовой фонд очень солидный. Победитель турнира получит призовые в размере 15 миллионов тенге. Ну и мы все знаем, что Казахстан-Барреса это в том числе и такой народный титул. Все-таки человек, который выигрывает этот турнир, приобретает определенную известность в обществе. В общем, есть за что бороться. И поединки очень интересные. Прямо сейчас за моей спиной происходит схватка между представителем области Абай, области Абай, Туркестанской области. Кальцар Шамшеддинов в схватке против Яросула Нурмата из области Олотау. Идет борьбу за выход в следующий раунд турнира. Об этом и о том, какие драмы, какие баталии нас ожидают. Мы готовы поговорить с нашим гостем. Это Гульмира Уразова, член организационного комитета Казахстан-Барреса. Гульмира, во-первых, поздравляю вас с организацией. Я знаю, что организовать такой турнир дорогого стоит. Это большая работа всей вашей команды. Как вы оцените в целом динамику развития национальной борьбы прямо сейчас? Это уже не первый и не последний турнир. Поэтому больше людей заинтересовывается. Много областей участвуют. И считаем, что турнир не стоит на месте. Он приобретает, как вы сказали, уже и народную славу. Многие любят ходить на него с семьями. Как сегодня мы наблюдаем очень много детей. Поэтому, да, есть развитие, есть куда стремиться. Есть еще над чем поработать. Ну и, наверное, это правда. Все-таки национальная борьба – это один из факторов консолидации нашей нации. И мы наблюдаем, наверное, повышение интереса. Понятно, что турнир еще длинный. Наверное, ближе к финалу мы увидим полные трибуны. Да, народ приходит еще. Мы еще ожидаем людей. Поэтому, получается, некоторые, кто уже расстроился за своего борца, за кого он болел, они, конечно, расстраиваются и за уходят. Но в любом случае всем интересно, кто займет первое место, кто получит призовой фонд. Поэтому, да, интерес зрителей нас радует. Ну вот, мы только что узнали, что представитель области Ултал проходит следующий раунд. В общем, у его болельщиков есть повод для радости. Ну а в целом для вас, как вам кажется, насколько сегодняшнее событие вызывает такой интерес у казахстанцев. В целом, мы знаем, что национальный и республиканский телеканал транслирует сегодняшнее событие. Да, это ежегодная такая традиция. Все транслируют, всем интересно. Надо говорить еще о том, что весь Казахстан сейчас следит за этим. Не только в столице. Все приходят спортсменам, все очень поддерживают. Поэтому развитие, считаю, есть. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну а я добавлю, что мы продолжим следить за развитием событий на турнире Казахстан-Барса. В целом, для казахстанской борьбы сегодняшний день очень важный. Я напомню, что сегодня, в том числе и в Тиране, мы следим параллельно и за событиями в Тиране. В Албании там проходит чемпионат мира по спортивной борьбе, где тоже казахстанские представители и мастера борьбы ведут борьбу за призовые места. В частности, мы будем следить за развитием событий. И, конечно, уверены, что ярких событий, ярких побед сегодня будет очень много. Вернемся с последними новостями. Возможно, совсем скоро мы узнаем, что выйдет в финальную стадию в борьбе за звание Казахстан-Барса 2024. Жанна, возвращаю слово. Спасибо, Ануар. Мы тоже продолжаем следить за результатами турнира и ждем от вас других новостей в следующих выпусках. На этом у нас все. Далее в эфире программа «Мир» с Ильей Рыбином. Илья, приветствую. Какие новости и события произошли в этом мире за эту неделю? Добрый день, Жанна. Спасибо большое. По мере усиления огня в секторе газа и в Ливане увеличиваются потоки беженцев. Свою помощь в их размещении предлагает Турция. А на фоне участившихся природных бедствий человечество готовится к колонизации Луны. Об этом и многом другом сразу после рекламы.